Сегодня в программе Имею право деньги распределять на детей сама, я не обязана отчитываться Да были бы деньги, господи, 20 тысяч, тьфу! Может ли мать тратить алименты, которые получает на ребенка от одного мужчины, на содержание другого? Как быть, если отец одного богач, а другого бедняк? Я же с тобой всем делилась, как мы погуляли, о чем разговаривали? Ты скучная, с тобой неинтересно Родители влюбленных детей выясняют отношения в суде Что важнее, разбитое сердце или разбитый планшет? Если отец девочки выбрал себе женщину, спонсора, как она сама осознается Но она должна оплачивать риски, которые связаны с его ребенком Дочь поехала на отдых с отцом и его новой женой Но через три дня семья вернулась домой Что произошло? И почему компенсацию за испорченный отпуск мачеха требует от матери девочки? Истец просит установить место жительства сына с ним Так как его бывшая жена ущемляет ребенка в средствах Ответчики против установления места жительства ребенка с отцом Слушаем вас, истец Ваша честь, здравствуйте Меня зовут Борсков Сергей Андреевич И три года назад случилось самое лучшее событие в моей жизни Я развелся вот с этой женщиной Которая в очках Самая лучшая? Да, значит, я с ней развелся У нас с ней сын есть, 12-летний Илья Я был не против, что Илья остался с матерью Вот, и я плачу алименты В размере 25%, как это по закону Это 20 тысяч рублей, между прочим Немаленькая сумма Небольшая, скажем прямо Ну и немаленькая Ну и немаленькая Да Значит, и получилась ситуация, что 4 месяца назад 4 месяца назад Вот эта женщина, Ирина, моя бывшая жена Она развелась со своим вторым уже мужем Вот А я когда платил алименты Мне Ирина и отчитывалась, на что она деньги-то тратит Да, собственно, на сына Вот И тут, значит, в чеках начал замечать 4 месяца назад Что деньги-то тратятся не только на моего сына Но еще на дочку трехлетнюю Там, на логопеда, на детский садик Понимаете, Ваша честь? Ну, я понимаю, дети, окей, хорошо Но я-то здесь при чем? Ну, пускай тот мужик платит, правильно? Почему я должен платить за чужого ребенка? Я за своего плачу А получается, плачу и за своего, и за чужого ребенка Я считаю, что это не самая справедливая ситуация Поэтому, Ваша честь, я считаю, что Если у нас не в состоянии, Ирина, самостоятельно после двух браков Воспитывать двух детей То пускай мне Илью отдаст У меня хорошие условия У меня трешка, в конце концов Вот Могут подтвердить Вот И я считаю, что ребенок Илья должен жить со мной Вы считаете, что сын должен жить с Вами только из-за алиментов? Не потому, что Вы хотите, чтобы с Вами жил ребенок Попросту говоря Я люблю сына Я понимаю Но поводом для Вас Не послужило желание Что, например, мать плохо с ним обходится Что мать Что ему лучше с Вами Что у Вас лучшее отношение То есть не человеческий повод у Вас А чисто финансовый Что сколько-то части Ваших денег Попадает не в те руки А Вы считаете, что это хорошее отношение Когда деньги, которые выделены на конкретного ребенка Она тратит на другого ребенка Ну, вообще-то, она получатель алиментов Деньги, конечно, она должна в основном тратить на ребенка Но она, наверное, довольно сложно Разграничить еду Например, какую она кормит Вашего ребенка и второго ребенка Например, вот она купила кусок хлеба Как она должна Батон Как она должна вычленить Сколько съела девочка, а сколько мальчик Пускай разбираются своим бывшим мужиком этим Причем тут мужик? Я Вас спрашиваю Вы мой вопрос Понимаете состояние осознать? Как разграничить еду между двумя детьми? Трудно это сделать Я согласен с Вами Невозможно это сделать Невозможно это сделать Ну? Но при этом, почему Полностью все 20 тысяч Они уходят на двух детей? Пускай тот тоже что-то дает Какие-то деньги Пускай Ну вот, пускай дает Но это не ваше дело Это не повод забирать ребенка Но деньги-то мои Лишнюю копейку Что Вы переплачиваете Если ребенок будет со мной жить У него будут гораздо лучше условия И денег на него будет больше тратиться То есть Ваш главный аргумент Это деньги Я так понимаю А ребенок-то хочет с Вами жить? Я думаю, что хочет Понятно У нас нормальные отношения с ним Хорошо Давайте слушаем Подождите Слушаем сначала Ответчиком Здравствуйте Меня зовут Троекурова Ирина Викторовна И конечно же Я отказываюсь Отдавать своего сына И вместе с этим подаю встречный иск Об определении места жительства ребенка Вместе со мной И установлении твердой денежной суммы Алиментов Да там это твердая денежная сумма В размере 20 тысяч рублей в месяц Там всегда были 20 тысяч Ваша честь Бывший муж мне угрожает Что он себе оформит минимальный заработок Чтобы мне выплачивать мизер У меня есть переписка Где он Передайте через Она меня довела Пускай с мужиком со своим бывшим разбирается Что она вот с этим-то Сергей позволь мне договорить Тебя выслушали Дело в том Что я не скрываю Что алименты Часть их Я трачу также на младшего ребенка Ну естественно Ну а как же иначе Вы правы совершенно Как я должна делить Кусок хлеба Но алиментов От второго мужа Я сейчас не получаю А почему я-то здесь крайне получаюсь? Он... Замолчите пожалуйста Надоели вы мне Благодарю вас Мой второй муж Он пьет Нигде не работает И сейчас вообще Где-то скрывается И в настоящее время Я обратилась в суд На взыскание с него Алиментов Но мне понятно Что если С него что-то и взыщут То это будут копейки И они мне конечно Погоды не сделают Ну сильно не помогут Его алименты Вот бывший муж считает Что я должна Илюшу значит Покупать лучшую Одежду Игрушки новые Гаджеты Еду А младший получается Это все за 20 тысяч то? Да-да-да А младший получается Одну картошку И секонд-хенд Ну разве можно так с детьми? Что один как принц А второй Это кого я воспитаю Таким образом И вообще я считаю Что имею право Деньги распределять На детей сама Я не обязана Отчитываться Да были бы деньги Господи 20 тысяч Тьфу На коврухал Со вторым мужиком А теперь я Мои деньги распределяю Для меня это Хорошая сумма Вы знаете что Вы не обязаны Предоставлять ему эти отчеты Вы не обязаны Ему эти отчеты Предоставлять Которые он с вас Которые он с вас И до этого требовал Вы не обязаны А теперь еще и ребенка требует Я понимаю Что это же только Чтобы мне досадить Ваша честь Он так злорадствовал Когда я во второй раз Раз развелась И вообще Я понимаю Что я зря вышла Замуж во второй раз Но ошиблась Ну не знала я Что он алкоголик Ну слепая что ли Как это ты не знала Есть подъезд Знаешь себя улица Знаешь Ты не знала Вас не спросили Я вам сказала Молчите Стойте Я из-за тебя выходила Ты тогда не пил еще Но я не жалею Что я с тобой развелась Ну разлюбила Разлюбила Так бывает Честно Сначала мы развелись Потом уже я встретила Своего нового мужа Ну Потом после развода Сергей приходил ко мне И уговаривал к нему вернуться И сойтись Только ваше честь Я не могу на это пойти Он такие пакости Всем нашим знакомым Об мне рассказывал Он даже Извините Мои интимные фотографии Выложил в сеть Ну как я могу С этим человеком Жить Снова сойтись вместе А теперь еще и матери Угрожает ребенка забрать Да фиг ему Не отдам ни за что Тем более что сын Он категорически отказывается жить И с отцом И с бабушкой Вы его спросите Сами Позовите пожалуйста Сейчас давайте мне ваши документы Это свидетельство О рождении Илюши Ваша честь Вы извините конечно У нас с такой женой Просто любовь запьет У меня и доход больше И все И квартира больше И все Все поняла Доход, квартира Да И денежек жалко Слушаю вас Ваша честь Органы опеки Против иска Мы внимательно изучили ситуацию Обследовали жилищные условия И матери И отца Да У матери двухкомнатная квартира Где кстати Сын Илья Является Сособственником Собственником Да У него отдельная комната Полностью оборудованная Для учебы И для отдыха У мальчика рядом школа Там у него друзья Он одет Обут То есть он ни в чем Не нуждается Да действительно У отца Лучше жилищные условия Там трехкомнатная квартира В которой он проживает С матери Вот И мальчику они готовы Предоставить отдельную комнату Но Органы опеки считают Что Ну не только в таком возрасте А вообще ребенку лучше С матерью проживать Ну и как вы здесь Как правило Да Бывают исключения Тем более Ребенок очень привязан И к матери И к младшей сестренке Что бы там ни говорил Этот товарищ Вот А тем более Вы сейчас сами здесь видели Что У истца Только меркантильный интерес Он хочет Чтобы ребенок жил с ним Чтобы не платить элементы Это он только явно Свою натуру показал Что уж просто не скрыть Его заинтересованность В этом Да это видно А потом Самое-то главное Ребенок категорически против Проживания с отцом И бабушкой Вы опрашивали Естественно Ребенку 12 лет Поэтому он Да Уже самостоятельно Может мыслить Поэтому здесь Мы можем В заключении Да Он здесь находится Можем сами Выслушать Давайте Пристав приглашите Пожалуйста Несовершеннолетнего Ребенка Несовершеннолетний Войдите Привет, сынок Здравствуйте Ваша честь Меня зовут Борсков Илья Сергеевич Я хочу сказать Что Мать меня Отлично одела Я сыт Всем доволен И В принципе Мне Хватает на все денег Ваша честь Мы даже 14-летние Кого он может понимать Хватает денег Ему не хватает денег Мне родителей удалить Или Я буду опрашивать Ребенка В вашем присутствии Вы не будете Его перебивать И выскакивать Здесь Речь идет о том С кем он хочет жить С кем ты хочешь жить Я хочу остаться с матери Ты хочешь жить с мамой Да Слышали Вы слышали Слышал Значит Возможно Да Я мог бы остаться С отцом Если бы Значит Он Не начал пить И Да Действительно Раньше он был Абсолютно нормальным человеком Хорошо зарабатывал Значит Потом он начал пить И пить начал очень сильно Вот Вечером он Часто мог прийти по пьяни И накричать И на меня И на мою мать Однажды Я решила Прекратить весь этот ужас И сказал Чтобы он наконец-то Замолчал Вот Он меня пнул Я сильно ударился Но он драматизирует Вашу честь Молчите Я сказала Не смейте Перебивать ребенка Сколько можно Значит Я вас удалю просто сейчас Пришла мама Сказала Чтобы он уходил Из дома И правильно она сделала Потому что Это продолжалось Уже несколько месяцев И действительно Больше этого терпеть Было нельзя Поэтому Я решила Так что ты поддерживаешь Свою маму во всем А сестренку ты любишь? Сестренку очень люблю Хорошо Суд удаляется Для вынесения решения Далее в программе Я же с тобой Всем делилась Как мы погуляли О чем разговаривали Ты скучная С тобой неинтересно Подросткам кажется Что у них все по-настоящему Любовь Ненависть Ревность И месть Вот только за эти Взрослые страсти Детей Платят Их родители Если отец девочки Выбрал себе женщину Спонсора Как она сама Сознается Но она должна Оплачивать риски Которые связаны С его ребенком Отец поехал На отдых С новой женой И взял с собой дочь Девочка устроила Безобразную провокацию И мачеха Попала в полицию Кто должен ответить За испорченный отпуск Иск об определении места жительства 112-летнего сына Борскова Ильи Сергеевича С отцом Оставить без удовлетворения Встречный иск Удовлетворить частично Определить место жительства Ребенка с матерью Требование О взыскании элементов В твердой денежной сумме Оставить без удовлетворения Прошу садиться Ребенок привязан К маме И к сестричке Поэтому никакого Основания Ни малейшего Передать ребенка Отцу Не имеется Поэтому в иске отказано Встречный иск удовлетворен Место жительства Определено с матерью Но это только то Что касается Место жительства ребенка Что касается Требования Об установлении Алимента В твердой денежной сумме То оно оставлено Без удовлетворения Так как уже имеется Решение суда О взыскании алимента В размере 25% Одной четверти От всех доходов Ответчика Как это сказано В законе А вот если станет Вдруг платить Четверть от 10 тысяч рублей Вдруг резко У него так снизится Тогда приходите Понятно Спасибо Дело закрыто Решение суда Решение суда Недельника В размере Ваша честь Ответчика Недельника Решение суда 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 там с какими-то непонятными, нелепыми, исковыми требованиями. И вообще, меня там не было, там была моя дочь. Может быть, пусть она лучше. Она расскажет, что там произошло. Скажите, пожалуйста, а сама именинница, ее родители, которой подарен был планшет, не имеет к вам претензий? Нет. Не имеет. Так, хорошо, слушаем тебя, Олеся. Деньги-то мои. Я была на день рождения у Гели, как мне уже сказали. Мы вышли сфотографироваться на балкон. Поскольку я выше, это понятно, меня попросили подержать планшет. Ну, я выше, чтобы было видно всех. Меня кто-то случайно толкнул. Я к ним не имею... Абсолютно, Лен. Я не имею никаких к ним претензий. Меня кто-то случайно толкнул, и он выпал. Все. Это была случайность. Это ничего специального нет. Я не собиралась его за шкирку кидать. Нет. Он случайно выпал из моих рук. И девочка на тебя не обиделась. Нет, конечно, мы с ней поссорились после этого. Она сказала, нет, мой планшет. И она причем устроила истерику о том, что какие мы плохие, какие мы сякие. И теперь мы с ней не общаемся. Но родители девочки и не сама Ангелина не предъявляли мне никакую плату, чтобы я вознесла им моральный ущерб. Моральный, а материальный. 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 50 тысяч это деньги все-таки. Они ничего не предъявляли. Да? Да. Ну, понятно. Лучшая защита нападения. Ваша честь. Так, естественно, подождите. А мальчик с мальчиком ты поссорилась тоже или как? Или нет? Мальчик сказал, что я выберу гелю, потому что она с ней... А, ну это в личных отношениях. А так он на тебя обиделся, что ты планшет уронила? Я не знаю. Он просто сказал, что иди, мы не хотим тебя видеть здесь, потому что ты разбила планшет, который мы подарили. Специально разбила. А другие дети как реагировали? Там же не выток? А другие дети расстроились, говоря, что, блин, зачем ты это сделала? Так ты сделала или не сделала все-таки? Зачем ты уронила планшет? Ну да. Это имеется в виду. Ну зачем? Ты же говоришь, что нечаянно? Ну да, я говорила, это нечаянно. Ну, это уже никак не поменять. Ну, с другими детьми ты не поссорилась? Нет. С другими детьми не поссорилась. Хорошо. Ваша честь, а можно пригласить сюда? Здесь присутствует несовершеннолетняя Бокова Ангелина Геннадьевна. Это вот та девочка? Вот это именинница. Именинница, совершенно верно. Давайте. Я думаю, что она знает, как все было на самом деле и может нам объяснить. Несовершеннолетняя водитель. Давайте, давайте пригласим. Есть ваша сторона, есть как бы мнение того человека, кто является... Ой, Лен. Давай не будем. Здравствуй, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Я Бокова Ангелина Геннадьевна. И я здесь хотела прояснить ситуацию, потому что Олеся наплела какой-то бред. Я именинница. И да, Миша подарил мне на день рождения планшет. Мой Миша. Мы с ним тогда, типа, ну, встречались. Мы с ним гуляли. Неправда. Не встречались. Давай мы выслушаем, как было дело на самом деле. Мы с ним гуляли вместе. Я ему, видимо, очень сильно нравилась, раз он мне подарил такой дорогой подарок. А Олеся это явно не нравилось. Она с чего-то взяла, что она ему нравится. Она Мишу ревновала. В общем, она это сделала. Она взяла мой планшет, когда я его распаковывала на дне рождения. Она выхватила его, увидела, что там планшет и выкинула с балкона. Она еще потом начала закатывать истерику, наезжать на Мишу, что, мол, ты предатель, выбери уже кого-нибудь. В общем, сумасшедшая. А потом... Кто бы говорил, курица размалеванная. Ну, давай не будем оскаплять. Зато я интересная. И Миша выбрал меня. Зато я учусь хорошо, а не на двойке, как ты. В общем, весь прикол в том, что два месяца назад у Олеси был день рождения, и Миша ей подарил коробку конфет. Так что, когда она увидела мой планшет, у нее бомбануло, и она взяла его и с 17-го этажа выкинула. Ревность? Все очень просто, Ваша честь. Это обычная ревность. Обычная девчачья ревность, конечно, с 17-го этажа. Какая-то подруга после этого. Может быть, хорошо. Предположим, а родители твои, как отреагировали, они имеют претензии к Олесе? Они бы с радостью пришли в суд, но они очень занятые люди, поэтому пришла сюда я. Нет, они не пришли в суд, как свидетель, я имею в виду. Они претензии материальные предъявили маме, Олесе. Ну, как бы, мы знали, что мама Миши придет в суд, и как бы планшета уже нет, нам нет смысла, нам не за что как бы бороться. И планшет подарил мне Миша, и как бы будет правильнее, что мама Миши придет и разберется с этим. Понятно. Мама Миша придет и разберется с этим. Твои родители, то есть претензии не имеют. Какая ты подруга после этого. Я же с тобой всем делилась, с чем мы погуляли, как мы погуляли, о чем разговаривали. Ты скучная, с тобой неинтересно. Так, все, девочки, замолчите. Ну и поступок потом, Олесе, не самый лучший. Лена, помолчи. Посмотрите, до чего довели ребенка. Я вообще не знала об этой ситуации. Варь, все начинается с детей. Так надо объяснять. Надо понимать. Вот твоему сыну объясните, что нельзя деньги брать из семейного бюджета. Я своему сыну объясню, Ваша честь. Это не меняет дело. Планшета нет, 50 тысяч, это очень существо для семейного бюджета. Лена, не надо было девочек. Я разберусь. Замолчите, женщины. Замолчите обе. Обе хороши. А ты мне скажи, а ты продолжаешь теперь дружить с Мишей? С Мишей? Да. А? Да. Мы с ним дружим. Да, хорошо. А с Олесей ты поссорилась? С Олесей нет. Она выкинула мой планшет. Понятно. Все понятно. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Если отец девочки выбрал себе женщину, спонсора, как она сама осознается, но она должна оплачивать риски, которые связаны с его ребенком. Дочь поехала на отдых с отцом и его новой женой. Но через три дня семья вернулась домой. Что произошло? И почему компенсацию за испорченный отпуск мачеха требует от матери девочки? Медикам обратитесь. Может быть, что-то сделаете? Может, ты со своим Мишей будешь следить? Лена, который... Подожди. У меня сын не выкидывал планшеты. Ничего ты общалась с ним. Да что ты говоришь? Он деньги выносит из дома. Удалить вас обеих? Иска о компенсации материального ущерба оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред причиненной личности или имущества гражданина подлежит возмещению лицом, причинившим вред. Исцы представили суду два документа. Чек об оплате планшета и чек об оплате чехла на планшет. При этом они утверждают, что их сын купил эти вещи без их разрешения. Из пояснения детей до опрошенных в судебном заседании следует, что сын истцов подарил планшет одной девочке на день рождения, а другая девочка разбила его. То есть кто причинил им ущерб? Их собственный сын? Причем тут все остальные участники процесса? И причем тут суд? Мать девочки, которая разбила планшет, является ненадлежащим ответчиком. А истец является ненадлежащим истцовым, поскольку ущерб причинен на самом деле родителям девочке, которой планшет был подарен. Он уже вышел из вашего владения. Он был подарен. И он стал собственностью девочке, которой был подарен. Значит, ваш ущерб причинен вам вашим сыном, а не этой девочке. Вот с ним и разбирайтесь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Что делать со своим сыном, я сама решу. А вот девочка, которая бьет планшеты, обманывает, а потом вообще непонятно, что с ней будет, вызывает большой вопрос. Исход дела, в принципе, был мне изначально понятен. Довели мою девочку просто до отчаяния. Все нормально. Зато я научилась определять хороших и плохих людей. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Не только врачу, а к коню понятно, что это не мой ребенок. Если вы не можете вернуть свои деньги. Если благополучие ваших детей под угрозой. Ты нас предал, ты ушел от нас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Какая ты... Ты голодранец и проживал. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я пойду на все, чтобы вернуть своего сына. Может быть, вы законными способами пойдете на все? Это бесплатно. Истец в лице представителя требует компенсировать ему стоимость отпуска. Из-за дочери ему пришлось прервать отдых. Ответчик иск не признает. Отец сам должен отвечать за поведение дочери. Слушаю вас. Уважаемый суд, наш иск в размере 176 тысяч рублей по отношению к бывшей жене моего мужа. Так как мы считаем, что по ее вине ее несовершеннолетняя дочь Дарья испортила нам совместный отдых, который стоил 352 тысячи рублей. То есть вы пополам разделили? Да, так как она является представителем ребенка. У моего мужа есть несовершеннолетняя дочь Дарья. И я всегда очень поддерживала их общение и всячески старалась сделать так, чтобы они друг друга почаще видели. Когда они развелись, когда родители Дарьи развелись, и Антон переехал из Нижнего Новгорода в Москву, он поселился у меня. У меня есть своя квартира, я хорошо зарабатываю, и мы жили на мои средства. Все совместно нажитое имущество, квартиру, машину и прочие средства Антон оставил своей бывшей семье и всячески их поддерживал. Соответственно, я оплачивала абсолютно все наши расходы, вплоть даже до оплаты алиментов на ребенка. Затем Антон предложил поехать отдыхать, и мы выбрали отель, и также он сказал, что хотел бы взять с собой свою дочь. Я согласилась, и мы арендовали для девочки отдельный номер. Таким образом, у нас было два номера, и я оплатила их, и все билеты. Мы отправились на отдых. С самого начала, как мы приехали, начались мелкие гадости, на которые я честно старалась не обращать внимания. Разбитый флакон дорогих духов, испачканное жирными пальцами платье дорогое вечернее, какие-то специи в еде, которые я туда не клала. Ну и много такого, что, в общем-то, серьезно отравляло наше общее пребывание. Я старалась сохранять мир. Но потом произошло то, что вообще выбило нас всех из колеи. Так получилось, что параллельно в нашем отеле проживала молодая пара. Возможно, это были молодожены или какие-то влюбленные. И мой муж Антон и муж этой девушки параллельно вместе ходили в бассейн в одно время, в 17.00. И Дарья подкинула записку этой даме, в которой было написано, что якобы я жду ее мужа у себя в 330 номере в 17.00. Я, естественно, об этом не могла знать и ничего не подозревала. И вот лежу я, читаю книгу, отдыхаю. Тут какой-то сумасшедший стук в дверь. Я открыла, там стоит дама какая-то, девушка в абсолютно истерическом состоянии, ведет себя неадекватно. Она на меня отпихнула, влетела в номер, стала открывать шкафы, вышла на балкон. Я не могла понять, что она там ищет, что вообще происходит. В руках у нее была теннисная ракетка. Мне было страшно. В итоге, никого не найдя, и, видимо, у нее какой-то был психический нервный срыв, она вот этой ракеткой разбила плазменный телевизор в гостинице. И, собственно, после этого соседи, они услышали сумасшедшие вопли, звуки падающей мебели. Была вызвана полиция, и всех нас увезли в участок. Там в участке полицейские особо разбираться не стали. Всех нас это кого? Вас и эту девушку? Всех, да. Всех, кто присутствовал. Вернулся Антон, потому что он уже пришел с бассейна, и нас всех забрали. В участке полиция разбираться особо не стала. Выписали нам всем протоколы за мелкое хулиганство и отпустили. Но, самый главный момент, они показали записку, вернее, эта девушка достала и показала записку, из-за которой, собственно, все это у нее и случилось. И эта записка, очевидно, была написана почерком дочки моего мужа Даши. Ну, откуда вы знаете? Даша во всем созналась. Потом была безобразная истерика, где она сыпала на меня проклятиями, говорила мне, что я разрушила жизнь ее семьи, что из-за меня страдает ее мама, что счастья у меня с ее папой не будет, желала мне там чуть ли не смерти и всячески меня унижала. В силу того, что мама является законопредставителем ребенка, я прошу ее возместить деньги за отдых. По той причине, что мы дальше отдыхать вместе уже не могли. Нам пришлось поменять билеты на обратный вылет. Ну и деньги, которые были уплачены за наш отдых, пропали. Потому что вернуть их нельзя. Таковы были условия договора. И маме пришлось улететь через 4 дня или даже через 3 обратно. Все испортилось. То есть вы хотите взыскать матери половину расходов за отпуск? Да. Могу объяснить, почему. Ребенок сам по себе, особенно в 13-летнем возрасте, не способен сделать такие гадости. Это слишком сложный сценарий для нее. Что вы говорите? И сколько лет? 13. Ну, вполне способен. Ну, я верю... Их 10 даже способен. Знаете, какие дети интриганны? Допускаю. Но всегда идейным, вдохновителем таких вещей являются родители. Мать явно настроила девочку по отношению к нам. Но это ваше предположение. Я так думаю, да, верно. Это ваше предположение. Девочка все время была с ней на связи. Она все время с ней созванивалась и переписывалась. Вы это ничем доказать не можете. Ну и что, что она была со своей мамой на связи? Она могла действовать абсолютно по своему усмотрению. В любом случае, ущерб нашему отдыху был нанесен. И, кроме того, еще пришлось оплатить ущерб отелю. Подождите, а почему ущерб отелю не заплатила та девушка, которая разбила, собственно, эту власть? На нас составили... Полицейские не стали разбираться. Они составили протокол. Ну, было же там указано, кто разбил? В протоколе нам просто выписали мелкое хулиганство. Как я могу доказать, что это разбила не я в данном случае? У них есть по факту ущерб отелю, который произошел в нашем номере. И вы пополам с этой девушкой его заплатите? Получилось так, да. Потому что я же не могу доказать на свет видеосъемки, что это делала она. Ну, все понятно. Хорошо, слушаем ответчик. Уважаемый суд, я иск не принимаю. Я мать-одиночка. Я мать-одиночка. Я воспитываю одна девочку-подростка. Отец у нас ушел, как вам уже известно. Если муж, если ее муж, если отец девочки выбрал себе женщину-спонсора, как она сама осознается, но она должна оплачивать риски, которые связаны с его ребенком, потому что это его ребенок тоже. По поводу Даши. Даша, девочка, трудный возраст. Тут уже даже говорить не приходится. У девочки трудный возраст. Плюс стресс, который она пережила, потому что отец наш ушел. Тут понять можно ребенка. Она хочет, чтобы все вернулось как раньше, чтобы все было как прежде, была счастливая семья, чтобы был ее отец, который всегда с ней был, ее любимый папа, лучший мужчина в мире, который всегда исполняет все ее желания. Наш развод разрушил весь ее мир. Все, ее мир рухнул. Она страдает, она тоскует по отцу. Это естественно. Что я могу сейчас вам объяснить еще по этому поводу? Девочка страдает. По поводу того, что я науськивала, что-то там специально делала, я лично никогда в жизни не говорила с Дашей по поводу того, как я пережила этот развод. Никогда. Я могу сейчас сказать новой жене Антона, что для меня жизнь кончилась. Вот на тот момент наш развод, все, жизнь закончена. Если бы не психологи, которые до сих пор, до сих пор еженедельно я с ними работаю, ну, я бы этого не пережила. А девочка не могла. Все, до сих пор у меня, у меня травма будет на всю жизнь, я это признаю. По поводу вашей поездки. Я против была, чтобы Даша ездила. Но она очень хотела, она говорит, мам, я очень хочу побыть с отцом, я хочу побыть со своим папой, несмотря на то, что там будет эта новая жена. Все равно хочу быть с отцом. Просто ребенок, но она не выдержала, девочка, испытания. Перед ней возникло испытание огромное, любимый папа и чужая жена. Чужая абсолютно женщина рядом с ним. Просто у нее сорвало оси, срыв у ребенка. Она захотела, чтобы она тоже страдала, эта женщина, так, как ее мама. Но по поводу происшедшего, я считаю, что девочка, подросток, маленькая девочка, не виновата. Виновата взрослая женщина. Не скажу, что адекватная, но взрослая женщина, которую украла у нее отца. По поводу вашего отдыха. Это было ваше личное решение. Отдыхай тебе сколько хочешь. Не нравится отдых, что-то там не так пошло. Уезжай. Нет. Истец решила все свалить на маленькую девочку, мать притащить в суд, чтобы я вот сейчас здесь стояла, и вытягивать у нас деньги. Откуда, опять же, у матери-одиночки, я одна воспитываю ребенка, откуда у матери-одиночки такие деньги? То есть забрала у нас самое любимое, единственное, дорогое у меня с дочерью. Ей мало. Она хочет еще, чтобы мы деньги ей какие-то возвращали, платили. Нет, ну она, тут вопрос не моральный, а чисто физический. Она считает, что, то есть финансовый. Да, но это же сама разруха, то, что произошло, все эти потери, сотворила какая-то незнакомая особа. Нет, нет, она же не из-за этого. Она говорит, что она и до этого ее изводила, выхватала жирными руками ее платье. Что-то этой жени на самом деле, может быть, и не было. Это, во-первых. Это она рассказывает. Она обвиняет меня, что я ее науськивала. Я вам признаюсь, что я сюда пришла. Хорошо, меня вынудили сюда прийти. Я прихожу и сознаюсь, что, во-первых, действительно, я испытала сильнейший стресс. Я сейчас с психологами работаю. Но я никогда с дочерью не говорила об этом. Папа, хорошо, папа у него тоже сложности в жизни, он ушел к другой женщине. Я эту тему не поднимала никогда. Я приходила к психологам и с ними все это прорабатывала. Почему она поехала на этот отдых? Я, опять же, не хотела, чтобы она ехала. Она говорит, я хочу вам побыть с отцом. Ну хорошо, езжай, побудь с отцом. Отцу говорили, что не хотите, чтобы она ехала? Он настаивал? Нет, нет, он не настаивал ни на чем. Ну хорошо, поезжай, папа, я хочу тоже поехать. Поезжай. Он и любит дочь. Он же действительно был ее героем, ее кумиром. Кумир, который потом вот исчез. И она этого кумира, своего любимого отца, потому что действительно был замечательный муж, любящий и меня, и дочь. Другая женщина, как она с ней поступала, тоже. Я ее не спрашиваю, это неизвестно. Это же она рассказывает, что она пальцами что-то портила, что-то накладывала. Это все рассказы какие-то. Почерк какой-то неизвестный. Но мне опять же, когда я все это узнала, у меня, почему ты такая же женщина, все сама сделаю, все оплачу, баба-мужик? Так разобралась бы с этой особой, которая все тебе побила. Нет, не стала разбираться. Это пара не виновата. Притащите мне бывшую жену, одиночь мальчику, чтобы она все оплачивала. Ну это неадекватное поведение. Ну вы тоже не особо приведняетесь. Муж оставил вам квартиру, машину. Квартиру, машину, все. Как я слышала, алименты платят, конечно. Все средства на банковских счетах. Они не бедные, у них есть средства. Да мы нормальные, я не говорю, что мы нищие. Мы нормальные, я нормальная мать-одиночка. Но мать-одиночка. Ну да. И больше всего меня возмутило, почему эта мать-одиночка должна притащиться сюда, к тебе в суд, вызвать. Я пришла, все рассказала как есть. Почему я должна оплачивать какие-то безумные суммы, которые еще неизвестно, откуда взялись? Когда все это я узнала, я думаю, что ты какая-то полуадекватная дама. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех стат. Иск о компенсации стоимости отпуска в размере 176 тысяч рублей оставить без удовлетворения. Прошу садиться. В тот момент, когда это все происходило, ребенок был под опекой отца. То есть отец нес за него ответственность. Мать тут абсолютно ни при чем. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я не согласна с решением. И я считаю, что мать должна нам 176 тысяч рублей за все, что она делала. И больше никогда в жизни не помогу этому ребенку ничем. Но на данный момент моя основная задача это привести в порядок свое психическое состояние и позаботиться о состоянии психическом моей дочери. 15-летние девочки рожают детей. Ну посмотрите, ну она еще сама ребенок и гляньку себе родила. Маленькие мальчики мстят за обиженных матерей. Я сбегал домой с ножом и перерезал шины. Не слишком рано повзрослели наши дети. Я тоже искала мужчину для совместной жизни. Какая совместная жизнь? 15 лет. Алиса Турова каждый будний день разбирается в таких историях. Ты же понимаешь, что рано или поздно папа твой все равно женится. А я не хочу, чтобы кто-то в принципе занимал мамино место. А особенно эта тетка. Смотреть обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова